Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Джованни Ланфранко, итальянский художник периода барокко. Джованни Гаспаре Ланфранко родился в Парме 26 января 1589 года. Третий сын Стефана и Корнелий Ланфранко и был пристроен, пожалуй, в дом графа Араццо Скотти. Его талант к рисованию позволил ему начать обучение у балонского художника Агастина Караччи, брата Анибали Караччи. Когда Агастина умер, художник переехал в большую известную римскую мастерскую Анибали. Считается, что Ланфранко внес свой вклад в создание панно, полифемум и галатеи. Копия находится в галерее Дориа и некоторых второстепенных работ. Я пользуюсь в Википедии переводной. Впоследствии, формально основаясь сотрудником студии Караччи, Ланфранко вместе с Гвида Рени и Франческо Альбани расписал фреску Эрреру. Он также участвовал во фресковом оформлении Сан-Григория Маньо и капеллы Паулины в Сан-Марии Маджори. Ланфранко создавал картины и алтари Варивета, Полерана, Лионеса и Фера. После своего возвращения в Рим в 1612 году Ланфранко соревновался с другими учениками и ассистентами Караччи, включая Рени, Альбания и Доминика за римское правительство. Однако вскоре Рени должен был уехать в Рим, а затем и в Болонию. В течение следующих десятилетий в Риме, вплоть до 1620-х годов, Ланфранко и Доминикино соперничали за выполнение основных заказов на фреску. В отличие от Доминикино, Ланфранко был довольно эклектищен с точки зрения стиля, но предпочитал дальновидный театральный подход, подходящий для потолочной росписи, получивших распространение в начале 17 века. Студия Ланфранко стала довольно активной и расписывая фреску. Украшала часовню Бонджованни в Сан-Агостино. Его благовещение 1615 года в Сан-Карло Айкатринари считается одной из его лучших работ. Кори Ланфранко стал выдающимся художником из окружения Папы Павла V. Вместе с Агостино Натасией и Карло Сороченью украсил зал Карациери и зал Регия, Палаццо дель Квинари. Ланфранко получал заказы на часовное распятие в Сан-Марии и Дваличело. Однако главным шедевром Ланфранко и одним из главных церковных фресковых украшений конца 1620-х годов было его изображение и успение Пресвятой Богородицы, выполнено фресками на куполе Сан-Андрея де Лавале. Урбан VIII заказал ему большую фреску, изображающую Святого Петра, идущего Павла, за которую Ланфранко получил звание рыцаря Ордена Христа. С 1634 по 1646 год украшал куполы-подвески иезуитской церкви Джезунова в Ниапе, расписал фресками неф чертозы Сан-Мартино. За этим последовало украшение Санта-Агостили в 1646 году и купола капеллы Сан-Дженара в федеральном соборе Ниапа. Умер в Риме в 1647 году, где его последней работой была апсида Сан-Карло Айкотинари. Вот так вкратце из переводной википедии, данных не очень много, о итальянском художнике периода барокко Джованни Ланфранко. Пока-пока, до свидания.